В эфире информационный канал Город и мы продолжаем. В поселке Ганино 89-летняя пенсионерка, ветеран Великой Отечественной войны, стала жертвой соседских разборок. Два владельца дома по улице Строителей не смогли мирно разделить колодец. Об этой истории мы узнали совсем случайно. Наш корреспондент Павел Москвин проезжал мимо участников конфликта и сначала думал, что снимает последствия ДТП. Но выяснилось, что это была провокация. Подробности в рубрике «Место происшествия» напоминаем, что материал имеет возрастное ограничение 12+. Юрист Владимира Фалеева, как раз именно того соседа, который присвоил колодец у пенсионерки, явно не ожидал появления журналиста. Че ты на меня наступаешь? Ты без камеры-то можешь что-то? Че вот ты на меня сейчас напрыгнул? Вот что ты на меня сейчас напрыгнул, корреспондент? Ты на алкашей напрыгивай и правильно делаешь. На меня напрыгивать не надо. Назад отпрыгнешь. Как выяснилось, на Тойоте ехал юрист и сын Фалеева Алексей. В Хендай судебный пристав и внук ветерана войны Роман Елсуков. Пристав вместе с Романом ездили к колодцу, ведь по решению суда ответчик обязан был обеспечить доступ к этому источнику воды. Однако 89-летняя пенсионерка до сих пор не может к нему пробраться. Сейчас пенсионерке помогают родственники. Они привозят ей воду. Теперь после решения суда внук Роман не собирается обострять конфликт. В планах пробурить на участке скважину и забыть о неуступчивом соседе. В Кирове полицейские задержали участников ОПГ, которые готовили и продавали спайс. Из незаконного оборота изъято около 5 килограммов синтетики. По данным оперативников, ОПГ существовало с мая прошлого года. Сбытчики сами изготавливали курительные смеси, взвешивали, фасовали и незаконно сбывали через тайники закладки. В общей сложности у задержанных изъято около 5 килограммов наркотических средств, что равнозначно 150 тысячам доз. Возбуждено уголовное дело за сбыт наркотиков в особо крупном размере. Сейчас все участники ОПГ арестованы. Им грозит до 20 лет тюрьмы или пожизненное заключение. Также полиция напоминает, что обо всех фактах незаконного сбыта наркотиков сообщайте по телефону 102. Отнюдь не трубку мира закурил пассажир в салоне Ауди возле кафе, что в деревне Прошино. Пока компания выпивала в заведении, мужчина решил уединиться и заправиться не только алкоголем. В машине приятеля он соорудил что-то похожее на бульбулятор с трубкой. Но накуриться ему так и не удалось. Подозреваемого задержал наряд вневедомственной охраны войск национальной гвардии. Это ваша машина? Спрашиваю, что там подробности? Ну, это уточни, правильно? Ну, так это будет позже. Хорошо. 51 статья Конституции Федерации. Все, я понял вас. Имею право не давать, по крайней мере, против себя и своего убийства. Хорошо. Мужчина, ты ничего не куристи, как не курили больше? Ничего не курили. Трубку вместе с найденным веществом изъяли. Подозреваемого увезли в наркологию, а потом и в дежурную часть. Сейчас полицейские ждут результаты экспертиз. За употребление запрещенных веществ Алексею грозит уголовная ответственность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова